доброго времени суток поступил очень интересный вопрос который мне даже захотелось вот снять видео и ответить вот на этот вопрос значит один пользователь скажем спрашивает у меня вот такой вопрос я нашел сайт во франции который продает субстрат с мицелием трюфеля и так далее если вероятность того чтобы посеять этот субстрат на агаровую среду или на любую другую и понять если или нет там этот мицелий давайте первое я отвечу вообще на конкретно вот на этот вопрос если вероятность того чтобы посеять и посмотреть если там мицелий значит мицелий грибов по внешнему виду сильно отличается очень отличается от роста всех других простейших грибов примеру там приходим и всего остального то есть он имеет определенные признаки по которому можно определить что это мицелий грибов по самому внешнему виду мицелия нужно быть во первых очень большим специалистом чтобы иметь возможность интерпретировать результаты вот то что растет например в пробирке или на питательной среде там на чашке нужно иметь большой опыт но с великой большой вероятностью можно все-таки сказать растет это мицелий грибов или это что-то другое какая-то плесень если взять примеру этот субстрат который продается где-то там на франции и из него на агаровую среду попробовать высеять мицелий то с большой вероятностью можно будет сказать растет это мицелий или растет это не мицелий относительно же того растет ли это мицелий трюфеля здесь наверно возникнут трудности вообще в росте мицелий есть некоторые отличия я об этом уже даже снимал видео и показывал люди которые мало работают в экологии в этой теме то они не совсем можете понимать смысл таких видео но смысл смысл этих видео был в том что я показывал разные виды мицелий и на примере пробирок показывал что например розовая вешенка имеет одни свойства роста какую-то ферментацию свою рейши имеет немножко другую форму роста японская пенок имеет тоже там свои своеобразные но если бы скажем не на вскидку дали пробирку и спасили что это растет в этой пробирке какой-то гриб я думаю что я скорее всего бы имел какое-то мнение но я бы ошибся однозначно определить только по внешнему виду мицелия растет эта вешенка или растет эта розовая вешенка или растет это примеру ну какой там рейши или сказать очень трудно есть грибы которые имеют такие типические признаки своего мицелия примеру это не цели шиитаки он будет давать черную ферментацию но только в том случае если мицелий шиитаки даст эту ферментацию можно будет с большой вероятностью сказать что это скорее всего мицелий шиитаки если это генерирующий мицелий без вот этих пятен черных которые он делает зрелом видит то по внешнему виду ну клетки его намного мельче меньше чем например вешенка растет он медленнее но так таким же образом японский опенок он тоже имеет мелкие клетки растет точно также рейши приблизительно растет тоже таким гладеньким ковриком не образуя таких вот длинных это гифов как образует например обыкновенная вешенка устричная то однозначно ответить на вопрос будет ли это мицелий труфеля или нет ну скорее всего что это невозможно как ответить на этот вопрос на самом деле относительно трюфель но естественно тем образом когда провести какие-то способы его выращивания и попробовать его получить само плодовое тело но трюфель как боровики как подосиновики и некоторые еще грибы которые относятся к микоризным грибам имеют очень сложный свой такой жизненный цикл и плодовых тел без микоризы то есть или без симбиоза с корнями деревьев плодовых тел эти грибы не образуют потому что в процессе их эволюции у плодовых мицелия потеряна была возможность усваивать некоторые вещества которые необходимы для образования плодовых тел то есть эти вещества могут усваивать только корни деревьев а симбиозе с этими корнями деревьев мицелий получает эти вещества которые сам синтезировать или переработать своими ферментами и системами он не может поэтому плодовых тел без корней деревьев он образовывать не будет таким образом плодовые тела будут образовываться образовываться только вместе симбиозом с корнями деревьев процесс это очень длительный чтобы вы понимали я не буду снимать вообще вопрос многие там пользователи пишут я когда-то там на воде замачивал боровики у меня они росли и росли они от того случая что человек там что-то манипулировал кто-то делал или просто сами по себе это опять же таки вопрос очень спорный дискутабельный такой вот это во первых во вторых даже если удастся таким образом привить боровик например там на корни березы там своем какого-то хозяйстве то процесс это очень длительный очень длительный который может занимать ну не менее там пяти лет а то 10 или 20 лет где-то через 20 лет человек придет увидит боровики растут и может быть он даже не вспомнит что когда-то он там занимался какими-то манипуляциями вроде там садил что-то ему показалось что он там делал то есть процесс вообще образование вот этой микоризы корней и мицелия тех же боровиков или того же трюфеля очень сложный и очень длительный и это не означает что этим не нужно заниматься когда-то был периода когда тоже не умели выращивать даже ту же самую вешенку шел какой-то поиск и творческие изыскания и сейчас приходит момент вообще к тому что можно сказать в сельском хозяйстве ну скоро не будет такого хозяйства которым уже не растут грибы не растет та же самая вешенка она уже на уровне как петрушка или морковка обязательно где-то должны быть грибные блоки потому что как оказалось совершенствование этих способов выращивания привел к тому что каждый человек путем несложных манипуляций может себе вырастить сам себе дома эти же грибы и это очень интересное занятие она неоднозначно там имеет какую-то финансовую выгоду так например как выращивание вазона мне всегда имеет прибор какой-то финансовый смысл как хобби многие хобби не обязательно имеют какое-то материальное такую сторону поэтому заниматься этим стоит и экспериментировать стоит и возможно даже попробовать там взять вот этот субстрат что-то из него поотсевать но нужно по крайней мере не витать скажем так в иллюзиях и в облаках что этот процесс какой-то такой простой или можно быстро и линейном и линейно будет получить плодовые тела потому что поймите сами что есть люди которые профессионалы которые профессионально занимаются непосредственно самыми грибами которых есть огромнейший опыт который есть лабораторию которых есть огромнейшие возможности по культивации тех же грибов и задайте себе вопрос если эти люди до сих пор не смогли заполнить полки теми же самыми дешевыми труфелями или тем уже теми же самыми промышленно культивируемые боровиками или лисичками или множество есть грибов которые в принципе промышленно культивировать невозможно по непонятным даже причинам то же самое например рядовки зеленые серые грибы которые не поддаются промышленно культивируем потому что есть какие-то в них факторы которые даже до сих пор там науки и профессионалы неизвестны поэтому относитесь с пониманием к тому что я вам сказал если полки до сих пор не завалены теми же профилями то не думайте что вскочив в тему и блеснувшие в голове идея я вот умнее всех быстро дав какие-то такие положительные результаты но искать все-таки следует и люди не оставляют эту возможность как люди никогда-то не покидала их мысль все-таки научиться летать например создать это летательный аппарат и они в результате были созданы значит рано или поздно будут созданы и способы культивации грибов или скорее всего если это не получится линейным кита способом то найдутся значит лаборатории которые примет генную инженерию которые изменят какую-то структуру этого гриба которые все-таки научатся вырабатывать или там усваивать вот те вещества которые он может без дерева он не может усваивать сделают несут вот этот ген когда он сможет усваивать какие-то там сахариды или что-то и образовывать плодовые тела рано или поздно это свершится будет это с вами или будет это без вас это уже совсем другой вопрос и возвращаясь значит к тому же вопросу опять же тем же трюфелям значит вероятность есть если у вас есть свободное время и свободные деньги попробуйте купить этот субстрат если скажем так мы уже озвучили вот этот вопрос то будьте добры так если у вас будут какие-то творческие эксперименты но по крайней мере поделитесь с другими людьми которые смотрят канал которые интересуются этим вопросом расскажите о своих результатах что вы делали как вы делали что у вас результате получилось потому что отсутствие результата это тоже результат по крайней мере мы будем знать что проделывая вот такие там мероприятия вы получили вот такой-то результат материал нам будет тоже очень полезен и заранее вам благодарен вот за такие публикации и за такой вот хороший вопрос что у меня возникло даже желание снять на него видео ответ сейчас я его добавлю пожалуйста посмотрите и примите какое-то свое взвешенное решение а с вами был в акселер будут еще очень интересные публикации хочу рассказать еще о иммунитете у значит развитие иммунитета у клеток вешанки мицелия вешанки чем я этим вопросом очень плотно занимаюсь вообще не очень близок и интересен этот вопрос и получены уже определенные результаты сделаю отдельно такую тему и расскажу что у меня из этого всего получилось поэтому следите за каналом следите за публикациями и не забывайте также делиться своими каким-то научными исследованиями с какими-то удачами и особенно неудачами особенно неудачи учат людей потому что учиться умные люди должны учиться на чужих ошибках а вот глупая плюс учиться на своих всем спасибо до следующей встречи